Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Радик Загидулин. О важных событиях Казанского Федерального Университета в эпоху коронавируса расскажу вам я и мои коллеги. Директор IT-лицея покидает свой пост. Подробности в сюжете Эльвиры Зориной. Как обстоят дела в общежитиях КФУ в период пандемии? О готовности университетской клиники перед угрозой коронавируса расскажем в нашем выпуске. Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, следующая неделя объявляется о нерабочии. Однако это не касается сотрудников медицинских учреждений. Об этом наш следующий сюжет. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в следующей неделе нерабочий в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 30 марта по 5 апреля Казанский Федеральный Университет не будет работать и решением ректора Ильшата Гафурова 27 марта сотрудники ВУЗа получили зарплату за март. Согласно указу президента, медицинские учреждения продолжают работу. Университетская клиника КФУ готовится к возможному осложнению эпидемиологической ситуации. 27 марта в ней прошла отработка действий всего медицинского персонала на период распространения коронавирусной инфекции. В совещании приняли участие проректор по биомедицинскому направлению КФУ Андрей Киясов и советник ректора по финансам Райса Мулакаева. На сегодняшний день у нас создан запас медикаментов, расходных материалов, который позволяет нам, вот если сегодня случится беда, проработать месяц без поступления дополнительных медикаментов, и каждый день эти расходные материалы, медикаменты поступают дополнительно, соответственно, мы готовимся к как минимум трем месяцам автономной работы в условиях обострения эпидемиологической ситуации. Соответственно, нам нужно проработать в том числе и варианты, когда случайно к нам в больницу попадает пациент с подозрением на коронавирус или пациент больной коронавирусом. За время совещания были отработаны технологии перемещения пациента по помещениям клиники и все нюансы поведения медицинского персонала. Если у нас возникает электрическую ситуацию, то мы переходим на контролирус без... Да, верно. Соответственно, без... Без очка обещательства, без операционного, без зелени. Все аппаратура, аппаратуру принесли сюда, правильно? Да. Так, все отлично, свет есть. Соответственно, задергиваем шерки, отделяется от того, что блок не начинает работать, соответственно, хуже полностью. Еще до наступления нерабочей недели Казанский федеральный университет решил все финансовые вопросы. По решению ректора КФУ Льшата Гафурова была заранее выплачена не только заработная плата всем сотрудникам университета, но и также были закуплены все необходимые средства и продукты питания для клиники на время карантина. Ректором университета Ильша Травкатовичем Гафуровым принято решение о досрочной выплате заработной платы сотрудникам университета. На сегодняшний день университет и университетская клиника обеспечены всем необходимым для полноценного функционирования. В случае осложнения ситуации, который потребует круглосуточного дежурства врачей, ректором принято решение об обеспечении усиленным питанием персонала университетской клиники. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Согласно тому же указу президента Российской Федерации Владимира Путина, с 30 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя. Неделя каникул. Поскольку многие студенты Казанского федерального университета остались жить в деревне универсиады, они продолжают обучаться онлайн. О том, как иностранные студенты занимаются самоубучением, расскажет Лев Диденко. С 19 марта Казанский федеральный университет перешел на дистанционное обучение. С 30 марта по 5 апреля указом президента Российской Федерации Владимира Путина объявлена нерабочая неделя – неделя каникул для студента. Однако коронавирус – ни повод не учиться. Студенты продолжают учиться, вернее, заниматься самообразованием с помощью онлайн-программ и учебников. Помимо этого, иностранным студентам было рекомендовано оставаться в студенческих общежитиях. Здесь они проводят большую часть своего времени, здесь они живут, здесь они учатся. В Казанском федеральном университете функционируют 10 общежитий студенческого городка и деревни универсиада. Иногородние студенты, включая и тех студентов, которые из республики Тарстан, и из всех регионов Российской Федерации, и иностранные обучающие, и ближние и дальние зарубежья проживают в общежитиях. По словам студентов, постоянное нахождение в комнатах общежитий их совсем не пугает. Каждый день у них есть какое-либо занятие. Само обучение, онлайн-уроки. После них свободное время. Выходить на улицу им, конечно же, не рекомендуется. Однако выходить на улицу по своим делам им никто не запрещает. Да нормально, в принципе, комфортно. Каждый день уроки проходят по Microsoft Teams. Ну вот, занимаемся. В деревню универсиаду мы почти целыми днями, потому что рекомендовано не выходить за территорию деревни универсиады. Мы стараемся не выходить сами, чтобы быть в безопасности в связи с распространением вируса COVID-19. Да, мне нормально. Я тем более с родителем разговариваю. Они сказали, оставайся. Почти все студенты ждут, когда ситуация в мире изменится, чтобы поскорее сесть за парты и продолжить грызть гранит науки. Лев Диденко, Ленардо Влетьяров, Универ, Ньюс. А теперь немного прервемся от тем коронавируса и обратим свой взор на IT-лицея Казанского университета, где его директор Тимирбулат Самирханов в связи с повышением покидает свой пост. Подробности в следующем сюжете. Директор IT-лицея Тимирбулат Самирханов в связи с повышением покидает свою должность и уезжает в Москву. Ректор Казанского федерального университета посетил лицей, чтобы лично сказать слова благодарности в окружении сотрудников и вручить памятные подарки, связанные с Казанским федеральным университетом. Я была отрешена, что переходит на другую работу. То есть мне предложили поехать осваивать Москву. Я хотел, чтобы хотя бы в небольшом коллективе сказать спасибо ему за работу, пожелать удачи и все-таки этот лицейк, он в любом случае будет ассоциироваться с вашим именем. С Казанским федеральным университетом Тимирбулат Самирханова связывает не только профессиональная деятельность, но и студенческие годы. Я закончил этот университет и потом почти вся моя жизнь была связана с университетами. Я работал в лице Лобачевского. Уже почти 7 лет я работал здесь. Это серьезный срок. Очень благодарен университету, ректору за возможности, за возможности творчества и иногда жесткость какую-то уместную. И я думаю, что действительно у нас лучшая школа, как минимум в Татарстане, но и в лидерах в России. Благодаря университету, благодаря нашим замечательным коллегам, коллективу, детям, родителям. Я думаю, что лицей будет дальше жить и процветать. Очень горжусь, что здесь работал и жил, можно сказать. Спасибо, родной университет. Во время визита Ишат Гафуров призвал сотрудников отнестись к рекомендациям врачей и органов власти с предельным вниманием и сидеть дома во время карантина. Ильвира Азорина, Фаридзе Хитаглы, Универньюс. Вернемся к теме коронавируса. С 28 марта по 5 апреля объявлены выходными днями. Мы напоминаем, что эти выходные нужны для того, чтобы вы побыли дома эту неделю и не способствовали распространению пандемии. Весь мир окутывает эпидемия коронавируса. Если ты хочешь выжить в это сложное время и не подвергнуть опасности своих близких, то прислушайся к медикам, мировым ученым и авторитетным политикам. Останься дома. Не отправляйся в мегаполисы или другие регионы. Не гуляй компанией, на природе, на улицу, города или в клубе. А проведи эти дни дома. Это возможность остановить или как минимум серьезно снизить скорость распространения опасной инфекции, которая охватила уже весь мир. Придерживайся предписанных мер. Мой руки с мылом тщательно. Специалисты утверждают, это надо делать как минимум дважды за один раз. Чаще делай уборку с дезинфицирующими средствами и проветривай помещение. Не посещай общественные места. Переведи все свои встречи в социальные сети. И если ты почувствуешь первые признаки недомогания, обратись к врачу. Помни, что даже здоровый человек, сам того не подозревая, может быть переносчиком вируса. Болезнь опасна для пожилых людей. Твоих мам и пап, бабушек и дедушек. Минимизируй контакты. Попроси не выходить из дома. Перевезти продукты или лекарства ты можешь всегда для них сам. Оставь продукты у дверей, они заберут сами. Разговаривай со всеми на расстоянии, не менее двух метров. Опасность коронавируса не только в том, что заразившийся им человек может погибнуть. Большая опасность в скорости и путях распространения вируса. Если пренебрегать рекомендациями, то количество заразившихся может превзойти возможности больниц и врачей. И уже это приведет к печальным последствиям. Считай, что это твой собственный вклад в большое общее дело.